Всем привет! Я сразу скажу, что у меня будет небольшой оффтовик совсем в начале. Возможно, кто-то из вас сюда пришел за каким-то специальным кодом, который вам выдавали на стенде IPAMA. Я вам покажу его сразу в начале доклада. Если вы пришли сюда только за ним, вы сможете еще посетить какой-нибудь другой доклад. Итак, сразу оговорюсь. Я сегодня буду рассказывать преимущественно про изменения в Spark, которые произошли в версии 1.6.2. У меня такой вопрос. Был ли кто-то до этого на моих выступлениях, чтобы ориентироваться? Например, на каком-нибудь Hadoop или еще где-нибудь. Ну, некая часть была. Уже вчера, я думаю, большинство из вас так или иначе посетили доклад Жени Борисова, поэтому какого-то большого введения в Spark или в DataFrame делать не нужно. Оно все у вас уже есть, оно есть у вас в головах, и поэтому я как бы попытаюсь строиться некоторым продолжением. Поэтому я надеюсь, что с какими-то апаческими проектами бигдатошными вы дело уже имели. Но если не имели, ну что поделать? Я сильно долго рассказать не буду. Но вот это я. Я коротко рассказываю про себя, что вот в IT я давно, а в Java немножечко позже. Первый мой бигдатошный проект был еще с первым Hadoop, но вот постепенно я докатился даже до ночной сборки третьего. Соответственно, с EPU я с 2015 года, и в EPU я по большей части занимаюсь тем, что тренирую различные команды или просто разрозненных молодцов, для того, чтобы они закрывали у себя в головах дырки, такую шпаклевочку Java знаний и бигдатошных знаний размазываю по головам. Обычно у D2, D3 специалистов, где-то у D1 специалистов. Это junior, regular, senior, соответственно. Вот это то секретное слово, ради которого, может быть, кто-то из вас сюда пришел. Но я надеюсь, вы пришли не ради него. Тем не менее, что он означает? У нас через две недели будет EPU-овский IT-субботник, там будет много разных докладов, и будут доклады, имеющие отношение в том числе к бигдата-треку, будет замечательный доклад про нейронные сети, будет доклад про бигдату и e-commerce, в общем, про всех чертей ада. Соответственно, можно туда тоже прийти, конференция бесплатная, так что welcome. Соответственно, можете погуглить IT-субботник там Петербург, IT-субботник EPU, туда попасть. Все, off-top небольшой закончился. Это, соответственно, мои контакты. Я периодически пытаюсь что-то постить на тему различных GM-ных языков и, соответственно, бигдат. И, в общем, присоединяйтесь, найдете тоже много разного интересного контента. Эти ссылочки будут еще обязательно в конце. Ну, в общем, я считаю по умолчанию, что все вы Spark-девелоперы, что как минимум у вас дома стоит такой маленький под столом кластер или вы где-то сняли себе облачко в Амазоне. И как минимум со всеми стандартными проблемами, которые характерны для Spark 1.1-1.5, вы так или иначе знакомы. Немножечко порассуждаем на тему того, как выглядел бигдата. Ну, еще целых три года назад. За три года очень сильно ландшафт изменился. Если в 2014 году стандартным решением, которое заказывал кастомер, он говорил, так, я что-то слышал про Hadoop, давайте что-то там с этим всем соберем. То в 2017 году найти кастомера, который первый раз делает бигдаточный проект и который просит Hadoop, просто потому что это стильно и модно, уже ничего такого нету совершенно. Про стиль и моду я люблю рассказывать. Бигдата в 2017 году, она, во-первых, разрослась. Невозможно быть, например, человеком, который умеет сразу во все тулы. То есть можно на чем-то одном специализироваться и плюс на одной какой-то отдельной части. Но покрыть все можно, ну, наверное, на уровне каких-то педпроектов или туториалов. Поэтому если когда-то мне удавалось еще держать руку на пульсе всех инструментов, то постепенно лично у меня тоже началась некоторая специализация. Соответственно, часть этой специализации была так или иначе связана с машинным обучением. Ну, 2016 год – это год глубинного обучения. Даже уже просто машинное обучение, решающие деревья – это уже не модно, не классно. Но в целом для интерпрайса все это уже неплохо интегрируется. Мы видим множество облаков с поддержкой машинного обучения. Если кто совсем этого не касался, то я могу так коротко охарактеризовать отличие машинного обучения традиционного. В традиционном программировании у вас есть какие-то данные, какой-то бэкэнд, какую-то программку вы пишете, и ваша цель – засунуть это все в компьютер, он будет делать аутпут. В машинном обучении немножко по-другому. У вас есть данные, у вас есть аутпут, и вам нужно получить, по сути, некоторую промежуточную программу. В жизни выглядит все немножко более строго, особенно если в вашей компании растут, так или иначе, початки дата-сайентистов, которые пишут свои модели на Python, на ARM, на MATLAB. И все это нужно как-то интегрировать. У вас есть разные варианты. Вы можете, например, что-то интегрировать теперь напрямую. Если еще некоторое время назад было очень сложно пойти, взять эровский алгоритм, как-то распараллить и переписать, то сейчас есть коннекторы непосредственно из ErxPark. Они той или иной степени успешности много теряют на сериализации. Опишечка, может быть, не всегда поспевает, но тем не менее это есть. И можно уже запускать часть алгоритмов машинного обучения в распределенной среде. Соответственно, пару слов про Hadoop. Я буквально недавно завершил серию докладов про ковыряние в Hadoop. Но так как мне нужно сегодня обозначить свою позицию четче, я буду Hadoop всячески унижать. Но вы на это не обращайте внимания, я его все равно очень люблю. Но давайте сделаем вид, что он уже не слишком крутой. С Hadoop связано несколько больших проблем с тем, что разработка командами, которые используют Hadoop Stack, она достаточно дорогая. И вот эти люди, которые берут Hadoop и что-то пишут, они кроме того, что дорогие, они должны быть еще и дико умные. Это не значит, что если вы берете на Spark, что вы тупой. Но порог вхождения существенно ниже. Вы имеете дело с намного меньшим набором инфраструктурных вещей. И в целом человек, который, например, ничего не знал про GVM, он на самом деле может взять Spark для своего десктопа, например, и что-то начать считать. И это будет вполне себе нормально. Ну, то есть таких вот рассказов достаточно много. С одной проблемой с Hadoop была в следующем. В том, что приходилось писать MapReduceJob. Какой-то период назад, например, в 2012 или в 2013. Потом появились умные книжки и статьи о том, как не надо писать MapReduceJob. Появились книжки с паттернами, как у нас есть Gang of Four. Так и появились соответствующие паттерны для Hadoop. Люди начали копипастить оттуда бездумно, вставлять в решение, ну и все как-то работало. Если уже один раз решили задачку, например, как соединять два датасета или как, например, делать фильтрацию, ну почему бы не взять. Постепенно вот эти вещи выкристаллизовались в какие-то операторы, которые стали, например, составными частями каких-то движков. Движков для Hive, Tese и так далее. Соответственно, мы совершенно уходим. Я сразу скажу, что в пику своему коллеге, который вам говорил, что где-то там не наступает задница. Я сразу скажу, что писать до сих пор даже на 8-й Java тяжеловато, особенно под Spark. Да и зачем? То есть, ну если есть у продукта Scala API, который там очень хорошо с кейс-классами дружит и так далее, ну что мы будем себя усложнять? Не такие уж и сложные эти скрипты на Scala, ну реально три строчки. Поэтому вот от этого хочется избавиться. Хочется избавиться от бесконечной гонки с определением всех типов. Типов на входе, типов на выходе. Как минимум, хотелось бы, чтобы эти типы все подтягивались. У нас есть довольно большой пласт Hadoop-девелоперов, которые стартовали несколько лет назад и которые сейчас страшной болью ненавидят Spark. Я не буду рассказывать, почему ненавидят, но как минимум потому, что в вакансиях стали появляться другие ключевые слова. Тем не менее, Spark, как известно, подходит не для всего. Он хорошо подходит, например, для итерационных вычислений в памяти и для многих-многих других вещей. Но как только у вас память заканчивается, как только все в память перестает влазить, несмотря на то, что у нас есть там storage-левелы у RDD-шек или еще чего-то, что положите на диск, как только вы начинаете складывать все это на диск, это начинает тормозить примерно с такой же скоростью. Соответственно, основным преимуществом Spark было даже не в том, что он быстрый, а в том, что он давал действительно единый API. То есть в Hadoop у нас было отдельное API, чтобы класть и читать файлики, отдельное API для того, чтобы описывать бизнес-логику, либо на MapReduce, либо на каком-то SQL-подобном движке. Отдельное API для того, чтобы машинным образом обучаться. Оно в итоге изогнулось, потому что оно казалось достаточно сложным, и его первым стали перетаскивать на скалу Spark. Spark, запустившись, говорил следующее. У меня есть все эти API вместе. Но на самом деле это было не так. Вот кто начинался с Spark с версии 1.1, может быть, наверное, заметили, что, например, API машинного обучения, он не так уж и сильно ложится, например, на то, чтобы все это выгружать в вашу стандартную бизнес-логику, написанную на RDD. Или, если вы пишете на D-стримах, то это вообще какое-то извращение. То есть вы пытаетесь написать, одновременно думать в стиле неизменяемых каких-то функций, и в то же время следить за какими-то окнами, агрегирующими функциями и так далее. Соответственно, Spark 2, он был призван в первую очередь для того, чтобы вот те все противоречия, которые набегу-набегу не удавалось решить, эти все противоречия сгладить. Вот мы сегодня, и не только сегодня, будем обсуждать, в чем дело. Вообще все, семейство Spark очень большое. Я, например, сам люблю и графовый стек, и стек машинного обучения. Я сразу предупрежу, у меня получился такой жирный доклад, что я его просто распилил на две части два дня назад, у меня не осталось никакого выбора. И по примеру, как говорится, отцов-основателей, я сегодня сделаю первую часть, а, например, где-нибудь на G-Point или на G-Break, в зависимости от того, где мы встретимся, я сделаю, например, вторую часть. Почему бы нет? В крайнем случае, если вы не услышите, не попадете на G-Point, G-Break, ну, выложат записи, соответственно, можно будет это все в голове как-то смачить. Так или иначе, вторая часть в Петербурге тоже будет когда-то обязательно повторена, поэтому в целом можно будет всю картинку собрать. Поэтому я сегодня начну, мы там запишем какое-то видео, а потом я сделаю, не сделаю, а опубликую, наверное, вторую часть в одном из следующих выступлений. О чем я буду сегодня в основном сосредоточен? Я начну с двух базовых частей, со Spark SQL и Spark Streaming, мы посмотрим, что там случилось на стыке двух версий, а вот уже машинное обучение, к сожалению, и графовый API пришлось отложить. Когда я подавал заявку еще, были очень радужные надежды, что не в версии 2.0, но в версии 2.1, из ночных билдов, у нас придут некоторые фичи, которые не будут отложены. Но Spark начинает напоминать Java мир, некоторые вещи просто не… Вот уже есть ночной релиз 2.1, мы можем зайти на него посмотреть, и там просто нет некоторых вещей, которые обещались. Поэтому я надеюсь, что к весне они появятся, и можно будет уже про них говорить подробнее. На данный момент там наблюдается, сразу говорю, некая катавасия. Машинное обучение есть два теперь подпэкеджа, есть какое-то старое машинное обучение с кучей разных API, и новое машинное обучение, которое можно скручивать в какой-то трубопровод. И это серьезная проблема, потому что она очень напоминает, как Machout также пополам разделился, и мы ходили и смотрели, а можем ли мы интегрировать, например, вот эти два алгоритма. Нет, один идет на одном движке, а другой идет на другом движке. Поэтому я буду говорить про вещи, которые более-менее стабильны. Свое выступление я разбил на набор некоторых кейсов, с которым, например, сталкивается команда Васи Пупочкина и Пети Васечкина, условно говоря, не буду называть конкретных имен конкретных девелоперов, но вот они с такими вещами сталкиваются, на них периодически жалуются. Соответственно, первая проблема, которая назрела очень давно, для стриминга Spark совершенно невозможно было использовать. То есть, как минимум, у нас был ненастоящий стриминг. Я про это периодически везде говорил. И этот стриминг, он мог гранулироваться, вот максимум, корректно работать, например, с гранулой одна секунда, полсекунды. И ребята, которые даже хотели как-то интегрироваться со Spark, ребята, команды, они постепенно уходили, например, переползали на ту же Samsung. Хотя в плане API это был шаг назад, но в плане стриминга это был полноценный стриминг с обработкой действительно всех ивентов. В этом плане мне удалось поревьюить один замечательный проект, написанный на D-стримах. Он так-то выглядел еще ничего, а работал он совершенно не как работал стриминг. Он работал как такой middle batching, на самом деле, с довольно серьезного размера batching. Этим летом была открыта такая дорога вперед в будущее. Это попытка посмотреть на все приложения, которые будут в Spark, как на некие, помните, у нас в английском долгое было время дискуссия, как правильно назвать, progressive или continuous, соответственно, здесь то же самое. Можно по-разному характеризовать эти архитектуры, но суть в чем? У вас есть некое приложение, которое теперь, это не какие-то логи, которые нагадили за предыдущие годы, у вас в эту же самую структуру данных продолжают литься какие-то данные. А мы хотим работать все в том же batch стиле, то есть применять ту же фильтрацию, применять какую-то сортировку, извлекать какие-то поддатасеты. И при этом хочется иметь буквально две точки входа. Старт какого-то стриминга и там, соответственно, away-termination. Ну и все. Это, безусловно, сложная задача и не совсем понятно, насколько успешно датабрикс и сотоварищи по ней продвигаются. То есть планы были заявлены еще год назад очень большие, но команды расползлись пальцы. То есть часть команды отправилась лесом в Али Тангстен, часть команды решила переделать совершенно API. И кое-где они немножко разбежались. Про это я и буду рассказывать. Соответственно, в идеале я сегодня буду критиковать маркетологические проспекты Spark, потому что я на них очень понадеялся. Соответственно, предлагается, что вот такие приложения, где будет происходить непрерывный ETL, у нас будет некий единый API, в который мы сможем, например, подключить и машины обучения, оно будет происходить онлайн. То есть мы сможем досылать в модельку данные и, например, регулировать коэффициенты и тут же это возвращать. Как минимум, ожидалось, что мы сможем скорректно джойнить статические какие-то датасеты, ну, условный там датасет, который мы прочитали какой-нибудь из S3 и что-то, условно статического S3, и что-то, что, например, льется нам в сокет. Ну, такое бывает, есть такие задачки. Соответственно, API хотелось при этом сохранить максимально вот туда, чтобы люди, которые писали на RDD, на датафреймах, они не слишком расстраивались. То есть ты продолжаешь определять некий входной источник данных, задаешь у него структуру, в идеале даже с типами, то есть там с доменными областями и так далее, пишешь некоторый там набор вычислений, из этого там составляется под капотом какой-то план, и есть некая результирующая таблица. И ты тоже это все определил, но при этом это только некий план, по которому дальше стриминг начнет бежать. В классическом батче этого бы хватило, ты бы нажал какую-то терминальную операцию, и все бы пошло выполняться, выполнилось, закончилось, вернуло бы тебе управление. В стриминге немножко по-другому. То есть идея в том, что у нас это похоже все еще на микробатчинг, у вас происходят какие-то триггеры, какие-то события в системе, после которого вы, условно говоря, запускаете снова вычисление на каком-то наборе данных, при этом имея все тот же самый API. Вы не пишете заново, не говорите, примени это еще раз. Но вот те результаты, которые получаются, они инкрементируют финальную таблицу, у которой, опять же, задана структура, и мы можем, опять же, в любой момент времени к этой таблице прийти и в духе датафреймов сделать, соответственно, какой-нибудь там около SQL-ный запрос. В этом была основная идея. Все это назвали structured streaming, то есть стриминг, у которого будет жестко заданная структура. На самом деле можно было, конечно, такие вещи своять на RDD-кейс-классах. Вы вполне могли определенным образом типизировать то, что было раньше. Но тут, опять же, вмешалось, так сказать, проведение и, собственно, разработчики различных оптимизаций под капотом. Сразу оговорюсь, в Spark вошел в стадию зрелости, что часть людей, их 90% коммитов, они идет, занимаются красивым API на Scali, потом переписывают на Java, на R и Python. А часть людей, которые дорвались до оптимизации, до байт-кода, они сидят там и немножко дергают за ниточки. Соответственно, если раньше, например, вы читали с S3 следующим образом, ну, например, в стиле дата-фреймов с парка 1.5, вы определяли некоторый путь к JSON-у и читали, собственно, это. Потом накидывали операции и записывали, например, это все в паркет, который у вас там лежит где-нибудь в S3. Все здорово. Вот мы хотим зафиксировать этот API, но при этом написать этот же план для стрима. Вот я здесь желтым выделил. То есть мы используем чуть-чуть другой оператор, название которого есть стрим. После этого мы, соответственно, пишем все тоже в некоторое открытое окошко. И если нам нужно, мы можем здесь прямо, а можем когда-то позже стартуем, собственно, этот самый стриминг. Но если вы работали с D-стримами, то вы, собственно, то же самое делали. Вы тоже описывали некую логику, потом это все стартовали, все это завершали, но при этом все кишки, все преобразования у вас торчали наружу. Это раздражало. Это не позволяло добрым аналитикам, которые вчера изучили Spark, все быстро писать. Ради этого все и затевалось. Соответственно, если совсем конкретизировать, то идея заключается в том, что во всем, что касается датафреймов, мы пытаемся сделать потенциально бесконечную таблицу. Но она, конечно, ограничена различными физическими пространствами, хипом или еще чем-нибудь, в зависимости от того, куда вы ее положили. Но в целом она такая вот неограниченная. Если кому-то нравилось в школе решать задачки на какие-нибудь бесконечные электрические сети, то таким людям легко даются и такие задачки на бесконечных датасетах. То есть они начинают так думать, ну, в принципе, до скончания вселенной я отфильтрую, получу все данные. При этом стримы вливаются, условно говоря, откуда-то сбоку. Вы построили план, и по нему они продолжают течь. Если в какой-то момент у нас источник прервется и исчезнет, ну, мы получим, условно говоря, эксепшн, завершим, например, наш стриминг. В отдельных ситуациях, конечно, хотелось бы, чтобы стриминг, например, не завершался. Особенно если источников у нас несколько. Но это, видимо, дело грядущего. Если посмотреть на классический вордкаунт, то мы используем, например, новый контекст, про него чуть позже скажу. Мы определяем определенное количество настроек. Например, в данной ситуации у нас слова льются прямо из сокета. Я думаю, все так или иначе запускали такой пример с классическими дэстримами. Он не был там слишком сложнее, вы просто много всяких лямбдочек передавали внутрь. Здесь никаких лямбдочек нет. Это царство голого билдера, который одинаково выглядит, в общем-то, на всех языках программирования. В этом была идея Spark API, чтобы мы ушли от вот этих вот втискиваний классов, написанных на скале, чтобы люди, которые использовали этот API, например, из Python, не так уж много теряли, например, на каком-нибудь overhead, на какой-то ретрансляции и так далее. Ну вот, например, мы определили источник. После этого мы, например, задаем некий план исполнения. Ну, классика. Мы берем слова, мы делим их, например, по пробелам и будем делать это с каждой строчкой, которая придет к нам из сокета. Соответственно, в конце мы определяем результирующее количество, выбираем операцию. И вот если бы мы работали со статическими данными, вот оно все. Оно должно уже вычисляться, как только я в Repel это отправил. Но в ситуации со стримами надо не забывать, конечно, все это дело стартовать, а потом периодически убивать. А то на самом деле можно себе такой шторм в сети поднять, что будет очень страшно. Если смотреть на все это в распределенном виде, то будет выглядеть примерно следующим образом. Вы куда-нибудь на утилитку накидываете строчки, эти строчки каждый раз применяются операторы, то есть мы смотрим на input в качестве некоторой структуры, выполняем те две операции, которым нужно было сделать, flat map и, соответственно, group by, и, например, выводим это на output. Если мы хотели бы это вывести на output или кладем, соответственно, куда-то в результат. Потом новый результат — это будет, по сути, новый агрегат таблицы в момент времени 2. В момент времени 3 мы будем получать, соответственно, какие-то еще другие результаты. Есть, конечно, небольшая проблема. Если вы это все аппендите в какой-то файл, то, получается, в файле будет всегда не последнее состояние, а, по сути, некая история вашего output. Это, соответственно, нужно некоторым образом тоже фильтровать, например, или хотя бы удалять, или писать в новый файлик, в зависимости от того, что вы хотите сделать. Достаточно стандартные игрушки с двумя файлами, которые напоминают у нас два survivor space. Соответственно, как обещалось, structured streaming должен нам предоставлять вот эти всемодные слова. Fast and scalable, fault tolerant. И с этим не было как бы особых проблем, хотя с fault tolerance я бы поспорил немножечко в некоторых случаях. Часть семантики, которая имеется в Kafka по доставке сообщений, и, конечно же, возможность использовать последнее, самое свежее API, датасета, датафрейма для того, чтобы работать со стримингом. Ну и все это, конечно, мержит в некий единый поток исполнения. Как бы не так, конечно, это только в наших мечтах. То есть я ждал этого в ночных релизах, я ждал этого, соответственно, в дневных релизах, я ждал этого в ночных релизах в версии 2.1, и, видимо, в версии 2.2 будет еще сложно дождаться. Рассказываю примерно почему. Захотите вы, например, сделать union, стримингу какому-то и какому-то статическому датасету. Вы тут же получите замечательное выражение, замечательный exception, который будет рассказывать. Ну извини, дружок, я еще что-то не поддерживаю. Вы начинаете экспериментировать с этим API, и вы понимаете, что поддерживается часть операций, только которые касаются стриминга. Как проверять вообще, какие операции поддерживаются? Нужно ходить, вот, например, вот этот замечательный файлик, в нем постепенно сокращается количество операций, которые не поддерживаются. Можете себе написать Chrome расширение уведомлялку, которая вам рассказывает, ммм, закоммитили, теперь на одну операцию меньше не поддерживается. В общем, файлик достаточно большой. Можете сходить к нему проверить. Следующий кейс. Я сейчас чуть меньше про API буду, буду немножечко забираться в оптимизацию, хотя, конечно, API хочется потроллить немножко. Соответственно, в классической классике у нас были с вами RDD. Распределенные структуры данных, которые трекали свою историю, красиво распределялись между машин, и объявлялось, что мы с вами сможем работать с ними в духе однопоточности. То есть мы не будем думать о том, что там под капотом, нам не надо будет ничего синхронизировать, все эти RDD будут корректно распределяться. Не будет никаких проблем с перформансом, говорили они. Вы им верили и переходили, соответственно. Ну, основной принцип, который у нас был, с самого первого же гвоздя, вам приходилось думать, а сколько у вас будет партиций? А не самое ли время мне натравить, например, оператор уменьшения количества партиций, когда я, например, прорядил свои какие-то данные. А сколько он будет балансировать RDD размером в 16 гигабайт? И насколько это дорого нам все будет? Ай, я забыл закешировать. Что началось? Забыл закешировать, например, у вас были какие-нибудь неравновесные партиции, и у вас нет возможности, например, не выгрузив что-то куда-то, закешировать какой-то кусок. Ну, и более того, я думаю, с этим моментом все знакомы, кто так или иначе работал с RDD. Как только ты начинаешь накидывать более-менее серьезный функциональный код, не только отображение, но какой-то редьюс или грубая кейс, и уходишь с девелоперской машины хотя бы на какое-то тестовое окружение, начинаются проблемы с тем, что не все операции одинаково полезны. У нас есть часть операций, которые, понятно, выполняются очень просто. Мы взяли элемент, что-то с ним сделали, положили даже в партицию с этим же именем. То есть ничего страшного не произошло. Но как в случае с классическим мап-редьюсом, шафлинг никуда не делся. Он есть, он присутствует в доброй половине операции. Причем операции, которые нам больше всего нужны. Это какие-то, естественно, агрегации. Да и нет никакого другого способа взять данные со многих машин и каким-то образом слить на одну. Они не будут при помощи квантового телепортатора перемещаться. Они будут перемещаться через сеть. Все, что мы можем сделать, это а. избегать этих операций, б. как-то сжимать перед тем, как толкать через сеть, если у нас много лишнего CPU. Причем есть хорошие операции. Например, если вы заранее что-нибудь отсортировали, разбили на какие-то группы, и с этими джойнами еще как-то можно работать. Именно поэтому даже в Spark приходится помнить о том, какие типы джойнов есть, во что они превращаются, как это работало в классическом SQL, как бы нам сделать так же, чтобы потом произошел мерж сорт. И это тоже серьезный вызов. И, конечно же, есть операции, без которых никак. Какой-нибудь групп байки или любой обычный джойн. Или какой-нибудь еще страшный юнион. который делает так легко. Мне иногда кажется, что у нас в Hadoop было так мало джойнов, потому что их было очень сложно сделать. А здесь достаточно вызвать один оператор и заставить обмениваться кучу драйверов какой-то непонятной информацией, забивать все ваши буферы в память и так далее. Поругались. Следующий кейс. Мне не нравились датафреймы. Я сразу скажу, мне не нравилось, как вот пришли наглые питоноводы и стали нам впихивать какой-то пандас прямо вот в наш уютный JVM-маня-мирок. И в этой ситуации еще можно было смириться с тем, что у нас есть какой-то API, который позволяет нам делать что-то в духе таких там select, какой-то where. Это напоминает попытки в начале нулевых в Java соответственно выполнять какие-то такие операции. Но проблема в том, что датафреймы смешивали этот подход и даже там вы писали на джавушке или писали на скале, вы все равно писали какие-то странные куски выражений. Где-то у вас есть вызов операций, где-то у вас есть полноценный SQL, если вам нужно выполнить это через SQL-движок. Где-то вы вызываете какой-то псевдоним поля с какой-то операцией и все это еще недоступно в compile-time. Это же ужас. Проблема в том, что Spark сделал чисто по Гегелю, знаете, полный кругооборот. Начиная с RDD в 2011 году, который выглядел, например, вот так. Запоминаем этот слайд. Он еще сохранится, эта строчка. Когда мы могли, имея жесткую типизацию, сказать, дружище, вот есть поле H, я могу по нему отфильтровать. На следующем этапе пришли датафреймы, у которых как бы этой информации-то особо и нет. Да, у них под капотом было много интересных вкусных оптимизаций, ради чего их делали. Но API стал каким-то декларативным. Соответственно, вы передавали какую-то строчку. Или хуже того, вы начинали делать что-то вот такое. Или там, особенно на питоне код мне доставлял удовольствие. Приходя к датасетам, это была версия, по большей части, я считаю, финальные датасеты пришли в 1.6, все оптимизации в них дотянули, наверное, в 2.0, но датасеты еще не везде. Стоит вам только полазать по API, вы начинаете понимать, что отовсюду торчат ноги RDD. Вот эта проблема всех раздражала совершенно. Было понятно, что совсем отказаться от функциональщины никто не хочет. При этом хочется перетащить на свою сторону все эти оптимизации, которые лежат в каталист. Поэтому в итоге хочется писать так же, как писали наши деды на RDD, но при этом, чтобы под капотом все это транслировалось непосредственно в какие-то сложные операторы. Проблема, которая видна, в принципе, отсюда, это то, что датафреймы любят ссылаться непосредственно в какие-то атрибуты по имени. Соответственно, датасет, это была попытка взять тот самый API, куда можно вставить тип, сказать даже, если у тебя был датафрейм, сказать, слушай, ну я же знаю, что там первая колонка это строка, вторая колонка это интеджер. Ну давай мы об этом скажем, напишем case class или напишем java bin. Давайте мы просто скажем об этом этому датафрейму и дальше будем из него в compile time вполне себе делать удобные выборки. Тем не менее, датафрейма были вот свои преимущества, это была уже первая попытка работать с оффхипом, судя по этой конференции оффхип это просто наше все и кто с ним завтра не будет работать это ужас, вот я потом еще про пару вещей скажу. Соответственно, все перформанс бенефиты и такой проект как танкстон. Так получилось, что большая часть оптимизации танкстона, о которой я хочу рассказать, они у меня вошли во вторую часть доклада, но у меня это будет периодически прорываться. В итоге, завершив вот этот вот круг, мы получили следующее. Когда мы пишем выражение, например, на SQL в Spark, очень просто. Пришел к нам аналитик, у него куча легоси на хайве. Он туда научился писать SQL запросы, благо 2003 стандарт поддерживается целиком, говорит, я хочу вот в Spark в свой стаффе, чтобы оно работало зашибись. Ты берешь это и в принципе, используя хайв в контекст, делай все, что хочешь, но все синтаксические ошибки, вообще какого-либо ошибки, рода, даже неправильно написанный запрос, ты узнаешь об этом очень поздно. Когда ты используешь датафреймы, то в принципе ошибки в синтаксисе, именно вызова функции, ты будешь видеть чуть-чуть пораньше в compile time. Но датасеты, собственно, позволяют нам в compile time видеть все наши огрехи. Это то, за что я их люблю. Более того, есть много плача на тему конвертации одного типа в другой. Во второй версии никаких проблем нет. Все договорились, пожали друг другу руки и сказали, датафреймы это просто нетипизированные датасеты. У них есть такой вот тип, который называется строка, в нем непонятно что. Будем считать, что что-то похожее на хешмапу, в который можно обращаться как-то по именам и если найдем, то все хорошо. Соответственно, каким образом можно инфицировать какой-нибудь классический датафрейм? Вы определяете кейс-класс, определяете типы, радуетесь жизни всячески, а дальше, например, читаете это все из JSON. Любимый пример, какой-нибудь набор юзеров. После этого, при помощи оператора S, вы как бы пропускаете все, что вы начитали через кейс-класс и у вас уже, у воля, появляется вполне себе типизированный набор, в котором можно обращаться через точку к именам, писать какую-то логику и, соответственно, выполнять какие-то терминальные операции. Другой вопрос. Я упомянул хайв-контекст, есть еще стриминг-контекст, есть еще просто спарк-контекст, пишешь, когда какой-нибудь быстрый скрипт, все время надо это что-то импортировать, бывает какой-то уже встроенный контекст, но в идеевских проектах я не помню, был он там встроен или нет, как-то сразу не был, по-моему, встроен, не импортировался сразу и надо запоминать, как они называются, что-то там делать. Ну, до конца договорились, во втором спарке это вот такая шутеха буквально. Люди из разных комитетов сделали один единый спарк-контекст, в котором можно спарк-сэшн называется, в котором можно опять же построить все настройки прямо в очебилдере и дальше как-то с этим работать. Выглядит это примерно следующим образом, то есть вы задаете контекст, можете его сразу получить непосредственно из репла для второго спарка и дальше с ним работать. Другой вопрос, что как из этого контекста создавать любимые RDD? То есть там нет больше этого прекрасного метода, вот этого метода Parallelize, который всеми используется в тестах, который все пишут на своих скалоскриптиках для того, чтобы тестить какую-нибудь небольшую логику. Что делать, если этого метода нет? На самом деле этот метод можно достать, можно пойти сходить непосредственно в контекст или можно взять какой-нибудь датафрейм или датасет, либо напрямую из него получить RDD, либо сходить там, пока не деприкейтит, можно сходить через Spark Session и достать старые контексты. Но вот знаете, это специально сделано. В третьем Spark никаких RDD уже не будет, поэтому начинайте привыкать к тому, что RDD нету. Старайтесь писать без нее, старайтесь не использовать функции, в которых используется RDD. Постепенно они так и вымрут. Следующий момент. Spark использует Java сериализацию. Все мы любим Java сериализацию, так или иначе используем ее в своих приложениях, потом смотрим мокрыми от счастья глазами на непосредственно то, что получилось. Думаем, какой же большой у нас оверхед. Но тем не менее в Spark от этого не отказывались. Дело в том, что именно в силу того, что у нас есть замечательный сериалайзабл или экстерналайзабл интерфейсы, можно делать много чудесных вещей. Взял у объекта, определил этот интерфейс и доволен. Он уже сериализуется. Проблема в том, что каждый раз, когда мы берем какую-то RDD-шку и хотим разослать ее по машинам, она, например, лежит в памяти, а нам нужно ее заслопать на диск. Ее нужно, например, сериализовать, десерилизовать. Потом нам нужно обязательно эти вещи делать, когда мы используем на стыке 2.5. Например, с питона ходим в скалу. Там снова происходят какие-то вот такие вот перегоны. И эта сериализация, она очень жесткая. Мы каждый отдельный объект в GVM сериализуем. Это совсем не то, чем хочется заниматься в Spark и вот этим оптимизаторской командой занимается. Есть другая сериализация, так называемая крио-сериализация. Но у нее есть проблема. Все, что вы хотите насериализовать, вам нужно пойти и зарегистрировать. Ну, как бы, граждане нашей страны не слишком любят где-то что-то регистрировать, поэтому, наверное, крио-сериализатору в наших скриптах встретить сложно. Типа, дескать, работает, и с Java сериализацией тоже пойдет. Все равно мы забудем. У вас все потом завалится с кем-нибудь страшным эксепшеном. Дело в том, что у крио-сериализации нет никакого распознавания замечательного интерфейса Serializable. Но это делается, в принципе, в одну строку. В чем проблема? Проблема вообще в самой сериализации. Нам бы хотелось взять ее и выкинуть. То есть RDD состоит из кучи там маленьких объектиков, которые мы туда положили, этих кейс-классов, и каждый из них это полноценный объект. Ну, на соседних треках вам много рассказывают, как это плохо жить с хидерами, как это плохо жить с невыровненными строчками. В общем, полная беспросветная тьма и ужас. Это не слишком играет важную роль, когда у вас веб-магазин, но играет, соответственно, большую роль, когда вы собираетесь засерилизовать, например, терабайт. Соответственно, хотелось бы это вообще все выкинуть, чтобы эту метаинформацию лишний раз не хранить, чтобы когда мы хотим получить доступ к полю, нам не нужно было туда-сюда гонять объект, грузить наше CPU. Ну и, конечно, надо не забывать проблема вообще сериализации с тем, что сборщик мусора начинает играть существенную роль, мы начинаем его замечать. Это то, что, опять же, казалось бы, я такой взял Spark и сейчас не буду думать пошли там G1 или нехорош G1, а он нехорош, особенно на седьмой Java, особенно с большими хипами. Соответственно, чтобы об этих всех вещах не задумываться, хочется вообще выкинуть сериализацию. И часть оптимизации в проекте Tungsten, она, собственно, и заключается в том, что мы берем некоторым способом, когда нам нужно записать довольно большой шматок данных, мы не раскладываем это на отдельные объекты, мы как бы заводим свое собственное представление в памяти. Ну, это понятно, чем попахивает, использованием чего. Мы сейчас до этого договоримся. Во-первых, хочется как минимум генерировать какой-то байт-код каждый раз, когда мы хотим работать с оффхипом, а с оффхипом мы хотим работать много и не класть все эти объекты в GVM, чтобы их нужно было собирать. Есть оффхип, и вроде как и собирать не нужно, да? Соответственно, как я уже сказал, хотелось бы иметь доступ к отдельным атрибутам, чтобы вот у тебя есть огромная коллекция сотней полей и какой-то бывший JSON, а тебе нужно всего одно поле, одна колонка, и оно даже в файлике лежит аккуратно, ходить через память, тебе нужно достать, например, весь объект, это очень тяжело. В этой ситуации вот такой вот знакомый вам формат, в котором вы знаете все оффсеты, вы знаете, в каком месте лежит какое поле, позволяет сходить в этот кусочек памяти и это взять. Ну, это такой булшит немножко график, в том плане, что неизвестно, на каких машинах все это было получено и так далее. Соответственно, я сам сейчас меряю энкодеры, но после сегодняшней конференции я понял, что мерил их неправильно. Нужно мерить их более качественно. Вот поэтому идея просто в чем? За счет того, что мы не работаем в отдельности с каждым объектом, понятно, что мы можем очень резко увеличить количество объектов, которые для спарка объекты, но для памяти не объекты, количество таких объектов, которые через вот эту маленькую дырочку проскальзывают. Для того, чтобы с этим работать, чтобы раскладывать это в памяти и обратно из памяти доставать, существуют так называемые энкодеры. Их раньше в спарке не было. И поэтому, наверное, их не все сильно замечали. Есть одна существенная проблема, о которой вот этот грустный котик грустит. Как только вы наслушались замечательных лекций про то, как правильно раскладывать по памяти, вы идете и хотите написать свою собственную раскладку. У вас другие понимания об оффсетах, у вас другие понимания о том, может быть, вы считаете, что какие-то поля не надо хранить вообще, да хотите добавить какую-то аннотацию, которая позволит не хранить поля. но кастомного энкодера нельзя написать. Нет, вы можете достать класс, немножечко пересобрать Spark, но это не совсем то, что все хотят делать, используя Spark. В целом, обещали в версии 2.1 кастомных энкодеров. Я зашел, посмотрел, класс остался в том же виде, документажка вообще не обновляется. Но может быть, в этом дело, может быть, нам показывают какую-то не ту версию. В общем, я еще жду. Это вот то, что стоит запомнить. У нас уже появилась возможность напрямую почти работать с памятью через вот эти вот энкодеры, но нельзя написать свой собственный, используя крутой алгоритм из книжки или там из вашего личного опыта. Далее. Когда-то, когда вы, не знаю, первый раз писали какой-то код на Spark, вы использовали какие-нибудь RDD, потом вы начинали замечать, что что-то это медленно выполняется, надо бы потюнить и обнаруживали удивительную особенность. Когда рухает какая-то RDD, у вас происходит перевычисление с самого источника данных. Чтобы это победить, обычно используются функции в духе кэш или персист, которые позволяют нам, во-первых, сказать, что мы вот в данной точке хотим положить это в память и каждый раз, когда мы будем что-то делать, перевычислять, мы будем ходить только до этой точки, до этого чекпоинта, условно говоря, который сколько-то места в памяти занимает. Проблема в том, что все пожелания в память положить нельзя, соответственно, какие-то просто не влезут, хочется этим как-то управлять, были сделаны сторидж-левелы. Их число, если я не ошибаюсь, не слишком изменилось с самых первых версий, но обычно хватает, появились только дополнительные версии, позволяющие делать по две реплики, но это не так интересно. Соответственно, кеширование позволяло нам, скажем так, чуть-чуть поменьше что-то сериализовывать, десериализовывать, действительно, горячие данные положить в память и не поднимать их заново из файлов, а читать файлы это достаточно дорого. Проблема была в том, что не все удостаивались участи, чтобы их положили в memory only. То есть, как только у вас ваши 8 гигабайт или 16 заканчивались, нужно было, скрипя сердце, решать, кто будет memory and disk, кто будет вообще disk only, кому можно разрешить сериализоваться перед этим, потратив CPU. То есть, вот это вот расширение answer, я просто напоминаю, это означает, что мы хотим затратить чуть меньше места в памяти или на диске, но потратить немножко наших циклов для того, чтобы положить их в сериализованном формате. Ну, собственно, стандартная процедура. Проблема в чем? Проблема в том, что у нас этих уровней много, и один дефолтный в одной компоненте, другой дефолтный в другой компоненте, за что я еще не люблю Spark Streaming, это потому, что он все сериализует. И до последнего времени не было возможности написать свой какой-нибудь там, который четко выбирает там SSD, который выбирает там по каким-то условиям, а не послать ли мне что-нибудь в другой дата-центр. И вот эти вот жалкие попытки реализовать метод с двоечкой, когда мы делали там еще дополнительную реплику, они действительно жалкие. Хотелось бы как минимум, чтобы там иногда была троечка, пятерочка, ну, четверочка и так далее. Во втором Spark'е мы видим наконец-то открытый девелопер API, который позволяет собственно писать свои собственные сторидж-левелы. Я сейчас пытаюсь написать свой сторидж-левел такой немножко, который распознает отдельные SSD от обычных дисков, но пока с переменным успехом все получается. Хотелось бы это как-то использовать. Соответственно, я надеюсь, что этот девелопер API подобным образом, вот с такими зелеными значками мы увидим и для энкодеров, мы увидим много еще для чего. И Spark можно будет хорошим разработчиком, которым нравится что-то писать, немножко расширять руками, не лазя в protected классы или там доставая что-то рефлексией. Сейчас время разминки. Какой у нас самый популярный формат в data science файлов? Ну, кто знает. Громче. CSV. Три буквы. Кстати, нет на слайде. Да, еще пока. Да, одна интересная ситуация. Вроде бы самый популярный формат. Вроде бы у нас есть библиотечка машинного обучения, но у нас нет поддержки встроенной для чтения CSV. То есть JSON мы читаем, какие-то последовательные файлы мы читаем, а для CSV надо было все время подрубать какую-то стороннюю зависимость, которая не поспевала за вливаниями, которые приходили у нас непосредственно в Spark. Наконец-то во второй штуке эту штуку пофиксили, по сути влили этот проект в неизмененном виде и обещают, по крайней мере, поддерживать. Но до него, к сожалению, Structure Streaming еще тоже не добрался. По крайней мере, сейчас для того, чтобы прочитать CSV, корректно скипнуть хидры и прочие вещи, вам нужно меньше плясок с бубном, вам не нужно писать какие-то свои регулярки и прочие вещи. Но это вот из приятных новостей. Я буду чередовать большие шары и маленькие шары, потому что, возможно, для кого-то эти маленькие шары имеют большее значение. Пришло время перформанса. Конференция по Java не может обходиться без перформанса, не минуем его и мы. Соответственно, для того, чтобы мерить перформанс, нужно иметь какую-то отходную точку. Я лично считаю, я не был, но видел фотки с зеленой и красной зоной, мне уже все тщательно пересказали про них. Так вот, когда вы меряете что-то в Big Data, дай бог, чтобы вы вообще хоть в какой-то зоне находились. Потому что предпочитают не мерить вообще, потому что, ну, Шепелев же сказал, что померить не получится ни у кого. Вот, достаточно хорошо. Мерите хоть как-нибудь. Мерите систем Current Time Millis используйте, NanoTime используйте, все равно, как бы, ничего с точностью до NanoTime вам не нужно. В общем, меряйте хоть как-нибудь, записывайте конфигурацию, это будет отправной точкой для тюнинга. Потому что, по закону больших чисел, померив это три раза, все будет уже хорошо. Соответственно, конечно, этот коленочный подход, он совершенно никому не подходил. Плюс есть всякие там Oracle и прочие корпорации, которые пилят свои базы данных. Которым очень важно публиковаться в отчетах, кто как быстро работает, какие базы данных работают. У них есть тоже такие свои тесты, по которым они определяют, что какая-то база данных в этом политическом сезоне самая крутая. Для Big Data, недолго я думаю, запилили некий набор, который называется 99 запросов. Но я бы назвал его условно бесплатным, по крайней мере, то, что с ним делают. Вот по ссылочке, не могу на нее кликнуть, можно будет перейти и посмотреть полную спеку об этих 99 запросах. Фишка в чем? Многие реализации там достаточно коммерческие, чтобы прямо подключить к своему хранилищу и померить. Но мы же живем в прекрасном мире open source, есть же в конце концов спека, в которой все описано, и мы можем пойти и, собственно, заимприментить какую-нибудь такую же штуку для Spark. Соответственно, вопрос, как бенчмаркать Spark, он в принципе не стоит. У нас есть некий набор эталонных запросов, благо Spark ускорился и поддерживает теперь SQL 2003, стандарт для этих самых запросов. Почему можно мерить только SQL запросы, я расскажу чуть позже. Почему мы не меряем там датасеты или какую-нибудь еще другую операцию. Соответственно, есть вот такая замечательная тула, которая лежит от замечательной, не менее замечательной компании Databricks, которая, собственно, неким образом выполняет набор из этих 99 запросов, хотя, конечно, на более ранешних версиях Spark это сделать тяжело. Вам приходится смотреть. У меня, например, на Spark 1.2 не больше 30 запросов запускалось корректно. То есть они такие навороченные, вот как на предыдущем слайде, там есть всякие VIV, там есть всякие Union, GroupBuy. Да блин, эти 99 запросов на MySQL бы не выполнились, чего уж требовать от Spark. Соответственно, это тула, в ней есть и набор визуализации, я, конечно, не видел в Gmh никакой интеграции у этой штуковины, но может быть кто-нибудь допилит и нам будет вообще счастье. Но в этом плане микросекунды играют не такую большую роль. Важно, выполняются ли некоторые наборы запросов. Этот набор запросов по сути позволяет оценить, а можно ли эту систему по стандарту качества использовать для того, чтобы обрабатывать большие линии запросов, чтобы делать вездесущие TL. Однако, кто-то смог запустить это все на втором и 1.6 Spark. Ну и тут видно, что для разных номеров запросов есть выигрыш очень существенный, есть менее существенный. Это легко объясняется. Это объясняется за счет того, что оптимизация и взаимодействие с внутренним форматом во втором Spark. Оно сильно улучшилось. На тех запросах, где было много накладных расходов на сериализацию и десериализацию, там выигрыш, а есть запросы, где выигрыша никакого и нет. Там очень небольшой датасет используется, и вы и там, и там триггерите, по сути, одинаковый набор функций. Все достаточно скучно. Не менее серьезный вопрос, который должен вас обеспокоить. Я меряю какой-то SQL, а есть датасет API. Почему мы не меряем датасет API? О, я сейчас для него использую GMAG и напишу, и все будет у меня прекрасно. Но делать это сильно не надо. Как минимум потому, что нет никакой разницы, на каком диалекте вы пишете, потому что все это во что-то транслируется. Даже в старом Spark, ну, вы, наверное, все встречались с понятием Derek Asiclet Graph. Он генерировался у нас и в Tazy, он генерировался у нас и в Hive. Это все время разные даги, но, тем не менее, каким-то образом строилось некое дерево, все это превращалось в некие низкоуровневые операции, и дальше уже они раскладывались для выполнения. Это было так. Сейчас все усложнилось. Ну, это еще картинка не на тему того, как все усложнилось, это на тему того, что давал этот самый даг. Мы могли, например, объединить какие-то две операции. Видя всю историю, мы могли, например, скипнуть какую-то лишнюю запись на диск. Или мы, например, могли какие-то вещи объединить. Или там упростить предикат. Для каких-то таких оптимизаций это было неплохо. С датафреймами пришел отдельный. То есть, вы пока используете RDD, у вас есть что-то вроде такого. Когда вы используете датафреймы, тут картинка не очень высокого может быть качества, но идея общая ясна. Вы как будто возвращаетесь в теплый ламповый мир SQL. То есть, ваш SQL, он парсится, он раскладывается на отдельные операторы, которые также называются, прям как в реляционной алгебре, благо, опять же говорю, и Hive, и Spark сейчас поддерживают стандарт SQL 2003. Вы реально можете перенести запросы и не будет никаких особых проблем. Ну, без поддиалектов, конечно же. После этого эти вещи проваливаются после анализа в более местами низкоуровневые предикаты. Здесь можно сделать оптимизацию, какую-то перестановку. После этого, если у вас есть статистика, например, размер таблицы или файлов, которые нужно сканить, эту статистику можно учесть. Если вы первый раз зашли, то ее учитывать не нужно. Соответственно, после этого генерируются там RDD или датафреймы или все, что вам нужно. Этот каталист-оптимайзер штука довольно мощная. Именно ради него все и сражались, за то, чтобы он остался, потому что идея очень здравая. А чтобы он остался, нужно что? Нужно, чтобы все, что мы пишем, транслировалось в инструкции для этого каталиста-оптимайзера, чтобы логический план собирался одинаковый, вне зависимости от того, с чем мы на самом деле работаем. Пишем мы на SQL, пишем мы, используем датафреймы или используем датасеты. В этом и была основная идея. То есть, неважно, какой API вы использовали, все транслировалось во что-то одно. Вы ничего не выиграете, если будете приверженцами чистого SQL, потому что, дескать, он транслируется сразу куда-то. На чем вам удобно, на том и пишите. Это не работает, если вы пишете на питоне. Вот, соответственно, если вы пишете на каком-то нормальном языке, который сразу не имеет накладных расходов. Пока там еще есть шероховатость трансляции. Соответственно, для любителей байт-кода и замечательно встроенных всяких вызовов, вы написали что-то на датафреймах, ну, какие-то вот там, что-то на API написали, который вам сейчас, который актуален сегодня. После этого это все транслировалось в Catalyst Expressions. Для каждого из них есть соответственный класс в скале, можно сходить посмотреть, что этот Catalyst Expression делает. У некоторых очень странные названия, не всегда очевидно, на самом деле, почему он пытается сделать два действия за раз. После этого это все транслируется в низкоуровневый байт-код с вызовом в нужных местах из JIT-компиляции. Используются вполне себе агрессивные настройки компилятора. Все здесь работает хорошо. И так же, как в SQL, вы обязаны вызывать эксплейн-оператор. Потому что вызвав его, вы увидите много замечательных вещей. Особенно с какого-то периода мне начали смущать везде вставки перед любым оператором TankStand. TankStand-то, TankStand-сё. Это тот самый проект, который помогает нам делать некие операции эффективнее. В итоге можно в какой-то момент, когда они все станут TankStand, я предлагаю их просто дропнуть это слово спереди. Соответственно, глядя сюда, в принципе, если вы первый раз даже видите этот план, видно, что где-то там самая длинная строка, которая ко всему приплюсовывается, это некий источник данных. Я там пропустил CSV, из которого все это сканится, он бы не влез на экран. Соответственно, потом это начинает объединяться с какими-то еще операциями и так доводится до приятной операции в начале. Это SortMergeJoin. Если вам удалось до этого дела довести, вы эффективный разработчик. Соответственно, здесь это джойница еще с одним источником, который тоже у нас сканится из CSV. Вот рассматривание эксплейнов и созерцание может дать вам ту самую информацию, которая позволяет принять решение. Вы достаточно оптимально что-то написали. Порой бывает, после более красивого переписывания, этим грешит еще и второй, к сожалению, Spark, вы там что-то соптимизировали, воткнули где-то дополнительный тип, вызвали там группойки старенький и вдруг увидели, что вы нигде, например, танкстен-оптимизацию не можете применить. Мы, к сожалению, не можем, например, разложить в памяти в битовые представления какие-то вещи. Это повод задуматься, если исчез, например, какой-то оптимизирующий оператор. Хотя бы на таком уровне я предлагаю смотреть. Соответственно, почему так много вот этих танкстеновских вещей? Да потому, что спарководы и в принципе все бигдатеры решили, что им нужно эффективно работать с CPU. Сейчас 2016 год уже кончается, кто не работает эффективно с CPU, со страничками там на диске, вот со всей этой штукой, которую хотелось забыть после университета, вот, к сожалению, без этого совершенно никак. И быть эффективным девелопером в нашей среде это тоже достаточно сложно. Ну, если вы, конечно, пишете сами Spark, если вы его не пишете, можете про это не думать. Соответственно, нужно думать о том, как это раскладывать по целым трем кэшам, где-то там они достаточно серьезного размера могут быть, и, конечно же, как там что-то происходит у нас в хип-памяти. Собственно, проект Tungsten заключался как раз в том, чтобы корректно с этой самой хип-памятью работать. Я уже скоро закончу. У нас осталось где-то минутчик пять. Соответственно, его цель как раз сделать весь перформанс ближе, так сказать, к горячему металлу. То есть, чтобы мы могли определенным образом, например, скипнуть какой-то предикат, если мы понимаем, что он вовлечет какое-то перемешивание кэшей, что-то заинлайнить, но заинлайнить не на уровне даже JIT-компилятора на уровне какого-то оператора Spark. Очень похожие техники. Ну и, конечно же, при помощи чего это все делается? Еще один проект, который расстроится с наступлением-то. Java номер N плюс один. Соответственно, там везде используется unsave, и вот такой замечательный формат данных, как unsave row format, который, собственно, позволяет нам посмотреть на любую строчку данных, как набитого и множества, в котором мы просто ставим нолики-единички для каких-то пропущенных вещей. Маленькие значения вообще сразу инлайнятся. Порогом для маленьких значений скоро можно будет вроде как уже управлять, поэтому все будет достаточно хорошо. Ну а то, что побольше, хранится в специальном хранилище в конце строки для того, что побольше. Строчки у нас все выровнены, но вы все должны это начинать уже узнавать. Это все те же самые хаки, которые делаются и на уровне GVM, просто они делаются в каких-то других продуктах. Нам рассказывают, что это там работают с Cassandra или со Spring, и чем с парковода хуже. Пришли, посмотрели, сделали. В общем, все то же самое у них есть. Конечно, unsafe использовать это же девелопер API от ATA, но люди живут, люди работают, им 9-ая Java не нужна. То есть, они свою скалу смогут запускать на 8-ой Java и будут радоваться. Буквально уже последний топик. Про это будет и про танкстены, и про memory management. Это вот затравка. Я про них подробно расскажу в следующий раз как раз, с какими операторами можно достигать выигрыша и что стоит тюнить или нет. Соответственно, буквально последний кейс это как мне влиять на memory management. То есть, я, например, такой крутой разработчик, который умеет управлять поколениями. Я знаю, что Permgene это вот такая штука, Old2 это тоже какие-то другие штуки. И что, мне вот только ими заниматься? Или что-то можно в Spark еще потюнить? Потому что нашему человеку только дай какой-нибудь параметр покрутить, его можно покрутить. Ну, начнем с модели памяти, принятой, не модели памяти, с memory management модели, принятой, соответственно, со Spark 1.6. Она сейчас не сильно меняется, но вот есть ощущение, что ее еще чуть-чуть перетрясут, потому что она сильно на прошлые RDD ориентировалась, мне кажется. Соответственно, у вас есть, например, отдельный раздел памяти, в который складываются те данные, которые вы закешировали. Если вы принципиально не кешируете, так выгруйте нафиг эту область памяти, не надо в нее ничего складывать. Или наоборот, например, у вас очень мало левых объектов создается, когда вы выполняете операцию. Есть вторая область этой памяти, куда складываются всякие промежуточные временные объекты, временные таблицы и прочие вещи, которые создает Spark во время дергания каких-то операций. Если вы понимаете, что у вас там одна операция и 90% нужно кешировать, опять же, можно вот это вот соотношение, сбоку написано Spark Memory Storage Fraction, его изменить, отойти от дефолтного и как-то этим поиграться. Кроме этого есть замечательная юзер-мемори. Декларируется она так. Она для ваших нужд, господа. Очень редко возникают эти самые наши нужды на самом деле, писать какие-то свои структуры, которые мы будем складывать именно в ту память, да поднимем какой-нибудь сервис соответственно с хипом, если у нас там отдельный словарь будет. Будем ходить в него. Зачем их класть в эту же память и жить ей по этим же законам, если данные нужны, например, редко. Поэтому многие забывают про этот раздел, многие там не знают, может быть, про его существование. Он занимает непростительно большую часть памяти, которая адресуется Spark. Его можно просто до очень минимального размера, до 5%, до 10% вырубать. И есть последний раздел памяти, чем-то похожий на мета-спейс, только еще хуже. То есть некая зарезервированная память, которая лежит где-то там в нативной памяти и как бы вы ее не трогаете. Бывает, я сейчас, я сам не сталкивался, но Stack Overflow находил длинный тред на тему того, что люди столкнулись с тем, что им не хватило вот этой вот памяти для хранения вспомогательных структур, но это не в точности Permgene. Это несколько более сложная вещь, которую Spark, собственно, сам использует и их уе слухи о том, что даже для репликации некоторых объектов во время вот этого раскладывания в Охипе. Про ее роль я подробнее расскажу в следующий раз, ибо этот вопрос я тоже сейчас ковыряю, экспериментирую, поэтому в заключение, давайте перейдем к заключению. У нас до сих пор нет во втором Spark возможности джойнить structured streaming ко всему остальному. У нас до сих пор нет одного унифицированного API машинного обучения. У нас нет нормального, а не старинного в стиле прегеля API для GraphX. У нас нет кастомных энкодеров, у нас нет датасетов во всех методах, у нас есть проблемы с интеграцией, про них тоже расскажу в следующем уже докладе, с интеграцией с Kafka во втором Spark, и много-много вещей, потому что все эти интеграции пилятся отдельно, они немножечко отстают. Roadmap, однако, приятная, однако она откладывается, видимо, уже до 2.2 или даже до 3.0 Spark. Соответственно, это микротранзакции, единый API, structured везде, хотя это обещали уже во второй части, и самое главное, это RDD умрут навсегда к 3.0 Spark, это уже железно, если мы через 2 года встретимся, там будут RDD в 3.0 Spark, то там, не знаю, начну жевать печеньку. Соответственно, буквально последняя вещь в конце, сам я из ePama, у нас проектов со Spark дофига, мы любим какие-то разные штуки переписывать, дописывать, тюнить и так далее. В общем, какая-то такая типичная архитектура, в которой приходится барахтаться. Итак, сегодня была первая часть, на второй части мы как раз будем говорить больше о графовском API, надеюсь, его уже допилят, там уже есть сырая версия. Поговорим о новом пакете в машинном обучении, и на сегодня у меня все. Всем спасибо.